привет друзья это меня вот попросили я вот как вы меня просите так я и делаю там не написали в коменте можно ли поставить камеру так чтобы вы смотрели прямо вот как бы они так как бы куда-то и но я поставил сейчас попробуем что получится потому что немножко честно говоря технически неудобно вот а я вам сегодня интересную вещь скажу очень важно для вашего здоровья и для тех кто занимается и эзотерикой и медитации и музыкой и страдает при этом тревожностями страхами давлением нарушениями сна и так далее но сначала посмотрите а так хочу вам показать кадр из индийского фильма да посмотрите видите да ну как бы из индийского фильма камер почему потому что у меня прическа видите какая а лицо какой видите а рядом стоящего друга моего видите а там рядом стоящего друга моего видите ну короче говоря потом когда-нибудь я вам раскрою секрет этой фотографии да это будет так интересно но вот так вот так вот так вот теперь слушайте короче говоря ко мне очень часто обращались люди с разными проблемами я работал центре одновременно я был иглотерапевт психотерапевт психолог в разных ипостасях и у меня естественно в команде тоже работали иглотерапевты и массажисты и психотерапевты но самые разные люди это было еще давно давно я хотел вот чтобы эта группа специалистов которых я обучал потому что я их забрал как говорится из интернатуры они у меня проходили последний курс мединститута специализацию как психиатра я министра попросил здравоохранения дагестана чтобы у меня в центре они проходили специализацию и все они пять человек они были непрерывно ознакомились с методом ключ и применяли в своих узконаправленных воздействиях на пациента свои методики при этом значит я хотел чтобы не пациент ходил по ним по коридорам как обычно коридорная система а я хотел чтобы они были вокруг него а он был главным вот вы пришли допустим восстановить свое здоровье а вокруг вас как раз таки сидят группа специалистов все они объединенные единые идеологии но при этом каждый специализирован в своей области но они легко понимают друг друга потому что есть общая идеология целостности человека комплексном подходе системном отношении и так далее это очень было трудно потому что одному было сложно прийти в это время другому было сложно прийти в другое время и короче говоря все это развалилось потому что но опять получилась коридорная система но кто-то там задал том что ему легче прийти 6 утра и заставлял своих пациентов на массаж приходить 6 утра этот пациент потом не мог прийти к нам два часа дня на другую так сказать процедуру короче говоря разваливается но я вам хочу это сказать для чего для того чтобы чем бы вы не занимались подход должен быть системный подход должен быть целостный и вот я по своему опыту по своему опыту потому что мне приходилось заменять и того и другого и третьего четвертого и пятого и метод ключ помогает согласовать все процессы внутри организма и психические и физиологические и телесные и душевные согласовать но все таки я вам хочу сказать что вот из-за своего личного опыта вот когда мне но приводят муж свою жену и говорит у нее давление подскакивает или кто-то приводит и говорит вот у моей дочке шея болит или допустим кто-то приходит и говорит у меня страхи но вот я когда вот никого допустим нету поскольку я всех их могу заменять я просто делюсь своим опытом в первую очередь мы должны помнить что кроме психологии человек говорит я вот у меня страхи тревожности и прочее десятое но я вам говорю все кроме психологии если физиология поэтому в первую очередь чтобы там не было я как иглотерапевт сразу обрабатывал шейно-грудную область но под поскольку вы не можете себе ставить иголки это вам и не нужно но сам опыт что шейно-грудная область имеет наиважнейшее первостепенное значение кровоснабжение мозга венозном оттоке наполнение клеток мозга кислородом чтобы там не было спаечных процессов чтобы когда вы нервничали чтобы капиллярный кровоток не забивался чтобы голова была ясная потому что очень многие люди мне сейчас жалуются мы занимаемся там где-то медитации или где-то занимаемся йогой или альфа состояниями но у нас бывает что вот например у меня хорошее состояние такое хорошее состояние а потом я лягу и уснуть не могу ну к примеру или у меня давление прыгает это понервничаю тут же прыгает давление поэтому я вам рекомендую приведите себя хорошее состояние за счет того что определитесь с вашим шейно-грудным отделом потому что я это делал всегда вот приходит с чем бы ко мне не приходил человек я сразу проверял ему шейно-грудной отдел ну вот я вам сейчас покажу как вы сами себе это можете сделать вот сядьте передо мной сядьте передо мной свободно так сядьте как вы можете да теперь не поднимая плеча спокойно повернете голову вправо максимально мягко повернете максимально так чтобы смотреть на противоположную стену но максимально потом точно так же не поднимая плеча повернете голову противоположную сторону тоже максимально но чтобы при этом шея ровно было чтобы вы сидели спокойно и поверните 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 и смотрите на противоположную стенку и сами себе скажите насколько у вас разница нормально вы и туда и сюда поворачиваете или где-то у вас вот поворачиваете а где-то здесь не хватает довернуть и почему не доход не хватает то ли мышечный блок или болевой блок это очень важно теперь слушайте насколько насколько вы не доверчиваете на один пальчик на два пальчика на три пальчика в связи с этим если у вас есть такое это диагностика самодиагностика мы же вас не лечим я вас просто учу чтобы вы сами себя могли гармонизовать если вы чувствуете что вы куда-то не доворачиваете поэтому вам непременно независимо от того ключом вы занимаетесь или там медитации за ним чем бы вы не занимались если вы хотите гармонизовать свое состояние чтобы лучше себя чувствовать чтобы вот этот целостный комплексный подход берите себе допустим первые несколько дней и вот если вы не доворачиваете шею просто берите мягко мягко просто кулак берите и вот так вот разминайте себе разминайте себе вот затылочный бугор под ним под ним и лучше вот так разминайте не бойтесь ничего такого не случится вы же мягко это делаете без фанатизма бесед точно так же можете один два раза три раза в день это делать но буквально секундами потом найдите вот возьмите руку положите на руку и найдите вот здесь вот там пальцы чтобы были свободно рука должна быть тоже свободно можете вот так кулаком чтобы она была свободна что вы ее не напрягали и вот там поищите от шеи от шеи до лопаточки вот допустим вот так вот ищите пальпация так называемая ищите вот допустим я нашел тушку вот она больная допустим значит я должен два три раза в день время от времени вот так делать и пальчиками это место разминать называется шеи отцу шеи отцу разминайте вы заметите что если вы несколько дней так будете делать и легче спать будете и ваша медитация будет прекрасно и когда вы понервничаете вы будете легче успокаиваться да кроме того кроме того друзья наши приемы ключевые когда вы начнете делать наши приемы а соедините это с этим это и будет комплексный подход то есть по существу вы физиологии не забываете кровоток налаживаете давление не будет скакать и эмоциональные переключения будут происходить легче потому что когда вы используете ключевые приемы диарефлекторные или разгрузку делаете или какие другие приемы там же целый набор приемов вы же подбираете себе их по принципу подбора путем перебора по зеленой зоне когда вы ищете что вам больше подходит какой прием по критерию минимального усилия потому что ни в какой духовной практике ни в каком методе духовно физического совершенствования ни в коем случае нельзя делать через насилие над собой это большая ошибка если что-то не получается ищите обходной путь делайте то что получается отбрасывайте то что не получается и вы приходите к себе а сам процесс подбора путем перебора развивает смекалку интуицию креативность мышления изобретательностью и вы вообще в других задачах быстрее ориентируйтесь вы меня поняли друзья а картина это называется райское дерево планеты эдем видите там планеты планеты вот она эдем да жалко вы видите ее так далеко вы не видите в том виде в котором она есть но я поставил камеру как вы хотели посмотрим я просто проверяю ну что кадр из индийского фильма вам понравился а вы знаете я почему вам говорю об индийском фильме потому что я получил вопрос как вы относитесь к эзотерике а кто-то мне еще раньше писал что я негативно отношусь к эзотерике а кто-то мне еще писал о том что вот эзотерика столько дала там и так далее вы ее отрицаете тогда слушайте я специально для этого прослушал сегодня древние индийские древние индийские которые я знал еще с юности я же читал и рамая ну много и боже мой чё только не читал но я вам хочу сказать и у панишады и автор веды но она все это читал но слушайте я сегодня специально прослушал эзотерические дела я сегодня прослушал рериха семи тайнах космоса великих тайнах космоса но там же это эзотерика эзотерика о чем он говорит о том что человек все время сталкивался с проблемой как же он устроен как устроена вселенная как устроен космос и когда он смотрел на звезды вот это бесконечность и поэтому были отшельники путники те которые уходили куда-то в горы или удинялись и там они размышляли о том как это все устроено и это было много лет назад это было тысячи лет назад тоже и они вызову соприкасаясь с этим безмолвием вдруг находили ответы с этой вечностью да и он рассказывает там это аудио книга пожалуйста откройте посмотрите там вот она о чем эзотерика о том что он сам сказал рериха говорится что это легенды легенды которые нам из поколения в поколение передавали именно тем ищущим да вот вы если откройте древнеиндийскую философию там много этого и атман и брахман очень я помню очень хорошую вещь такую красивую поэтично там написано было атман из брахман и нет ничего больше брахмана и нет ничего выше брахмана но красивый брахмана махат закон привод а теперь посмотрите я к эзотерике отношусь нормально ну как я могу к ней ненормально относиться если это определенные обобщения определенные метафоры потому что человек так устроен он так устроен его мозг так устроен но хочет он или не хочет если он будет думать о том как устроено мироздание и в конечном счете глубоко будет погружаться в это будь то он там пустынник или там уходить в какие-то кель или медитировать он придет к одному и тому же его мозг так устроен вот же в чем дело его мозг так устроен поэтому рерих там говорят легенды такие которые нам открывают как устроена вселенная сколько день длится вот это вот время сотворения вселенной там сколько пауза когда она оживает и такие ритмы сколько дней этого сколько не этого и он говорит слову поле легенды но там же такие обобщения что вверху то и внизу ну правильно это же есть эзотерика ну кроме этого в эзотерике много чего еще намешано чего непонятного ну как я могу к этому плохо относиться или хорошо ну как можно к алхимии относиться хорошо или плохо всему свое время да ну такие общие обобщения обобщения такие но но из этого что можно извлечь ну а если ты вот что-то делаешь конкретное вот это философия я ее очень люблю я на этом вырос я хочу вам это сказать и когда я создавал этот ключ и я на этом вырос вы понимаете у меня задача другая была конкретная чтобы научить себя в первую очередь и вас что вы могли снимать стресс и и могли вот этой энергии перенапряжение использовать ее собственных интересах поэтому со мной спорить не надо что я там хочу хорошо относиться к эзотерике неплохо относиться индийскую индийский эпос я очень люблю китайский даудэ дзинь я читал еще когда школьником был лао дзи ребята я уже таким был как вы да вы еще пока таким как я не был потому что я же взрослый спорить со мной не надо и второе дело же не в споре а дело в том что мы вместе ищем истину правильно я вам сказал свое мнение великое наследие мироощущение миропонимание переходящие из столетия в столетие называется эзотерики где еще много чего намешали а есть наука а наука она имеет свои правила вот например научную статью вы пишите надо сначала описать цели исследования метод исследования какие будут то применение применены понятия режиме там какое исследование проводилось на какой группе какая статистика что именно производилась какие способы применялись что было получено в результате но это совершенно другой уровень именно на научных исследованиях создаются какие-то и атомные реакторы и самолеты и столы по крайней мере делаются лучше лаки всякие на научных исследований а это это просто меры ощущения того что что наверху то и внизу да что внутри то и снаружи это эзотерика это вообще такие понятия в мозг как мыслить наш иначе мыслить не может поэтому я вам показал фотографии индийских фильмов вообще-то показал я знаете почему показал прическу свою показал какая-то у меня была давно да и друзей своих показал да да друзья потому что я к вам очень хорошо отношусь камеру поставил поставил чтобы я на вас смотрю да и вы мне скажете нормальную камеру может так и оставить а может так ставить как она и было все время да еще что я вас хочу попросить мне пишут сотни людей и каждому отвечать по имени и по отчеству и каждому вовремя ответить это физически невозможно не обижайтесь кому я не отвечаю а если я просто вот мне написала письмо женщина допустим для вот такое большое письмо на на душу вылила понимаете а ей надо высказаться и она рассчитывает получить поддержку я ее понимаю но я в таком случае не могу ей также вежливо вот столько же времени посвятить и писать выслушивать понимаете я просто могу ответить вот так что вы ждете от меня что я бы должен был бы сделать по вашему ожиданию ну допустим я при этом не напишу ее имя и отчество я не напишу иван и уважаемая нина сергеевна я получил ваше письмо но мне это тяжело писать вы поймите я просто напишу что вы ждете или допустим да это так возьмите вот это сделать я вам так советую то есть вот так обрывчато понимаете как телеграфном стиле я могу ответить поэтому не надо на это обижаться а наоборот радуйтесь потому что ответили вам я бы обрадовался пишите пожалуйста пишите я бы обрадовался просто по ним с пониманием будем друг другу относиться хорошо до встречи ну и напишите там как камера и как из индийского фильма до понравилось вам фотография или нет до встречи встречи